This conference will now be recorded. 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 I will now be recorded. В таких случаях основные проблемы, основные ошибки, они закладываются еще при формулировании цели. Не только изменения, но и в принципе какой-либо деятельности и проектной, и портфельной, и программной. И здесь необходимо нам с вами будет формулировать изменения, воплощая некий стратегический план нашей организации в уже осязаемые цели, ну естественно соответствующим потребностям и ожиданиям наших заинтересованных сторон. Для этого в первую очередь нам необходимо будет выявить необходимость этих изменений, определить необходимость этих изменений и определить вклад в определенный аспект стратегии организации. Если мы не будем нацеливаться на совершенно точно определенный аспект стратегии нашей компании, то ни о каком успешном внедрении изменений мы с вами говорить не сможем. Особенно ситуация будет у нас с вами осложняться, когда мы с вами будем понимать, что истинная стратегия компании и компания и стратегия компании, допустим, описана на сайте компании, они могут отличаться. И здесь нам в первую очередь необходимо будет понять истинную стратегию компании и только отталкиваясь от этого мы сможем и выявить необходимость этих изменений и правильно сформулировать эти изменения. Далее нам необходимо будет оценить готовность к изменениям, оценить готовность к изменениям и организаций, и структур, и культуры, и людей, на которые будет влиять данное изменение. Ну и далее необходимо будет определить содержание этих изменений, насколько эти изменения будут большими, соответственно, какие инструменты мы с вами в дальнейшем будем применять для того, чтобы внедрять те либо иные изменения. Ну а далее нам необходимо будет спланировать эти изменения. Нам с вами в первую очередь необходимо будет определить подход к этим изменениям, согласовать подход к изменениям с культурой организации. Мы с вами понимаем, что в отрыве от культуры организации внедрение каких-либо изменений будет практически обрещено на неудачу, потому что мы с вами знаем, что культура организации победит всегда, всегда она будет стоять на первом месте. И не понимая истинную культуру организации и делая это в отрыве от той культуры, которая уже сложилась, ни о каких успешных внедрениях изменений мы с вами говорить не сможем. Далее нам с вами необходимо будет спланировать взаимодействие с нашими заинтересованными сторонами. Нам нужно будет определить и задействовать все заинтересованные стороны, ну а также спланировать их постоянное участие. При этом, когда мы в данном случае с вами будем говорить про заинтересованные стороны, то это у нас с вами будут и лица, и группа лиц, и организации, которые могут повлиять на наши изменения, либо наши изменения повлияют на эти заинтересованные стороны. Ну и дальше нам необходимо будет спланировать переход и интеграцию. Нам необходимо будет разработать план, который будет включать все действия, необходимые для достижения целей и интеграции с нашими бизнес-операциями. Дальше нам необходимо будет перейти непосредственно к внесению этих изменений. Здесь нам с вами необходимо будет подготовить нашу организацию к изменениям. Нам необходимо будет определить области, в которой потребуется конкретная поддержка и, соответственно, выполнить действия по этой поддержке. Дальше мы должны понимать, что внедрение изменений без поддержки заинтересованных сторон, особенно каких-то ключевых заинтересованных сторон, у нас с вами практически будут невозможными. И нам в первую очередь, естественно, необходимо будет информировать заинтересованные стороны о конечных целях изменений, ну и также дать им возможность активно участвовать и в принятии решений, влияющих на изменения, и в самих изменениях. Почему? Потому что мы с вами должны понимать, что никто так сильно не будет сопротивляться изменениям, как те заинтересованные стороны, которые будут чувствовать свою несопричастность с этими изменениями. Почему? Потому что в этом случае у них будет складываться впечатление, что в конечной точке изменений они будут ненужны, и этот шаг для нас с вами будет крайне и крайне важен. Ну а далее нам необходимо будет обеспечить результаты наших изменений, соответственно, и продукты, и услуги, и результаты, которые будут выходом из инициатив наших изменений. Ну а дальше нам необходимо будет управлять переходом. Управлять переходом. Процесс перехода будет связывать наши инициативы изменения уже с операционной деятельностью, уже с операционной деятельностью нашего бизнеса. И здесь нам с вами необходимо будет и спланировать, и произвести перевод результатов в уже конкретный бизнес. Нам необходима будет интеграция новых возможностей в бизнес, в том числе и в процессе изменений. Также для нас с вами будет крайне важно измерение и скорость этого перехода. Ну, во-первых, для нас будет крайне важно понимание толерантности нашей компании, наших коллег, наших топ-менеджеров к этим изменениям. Ну и также здесь мы должны с вами будем понимать, что если по какой-то причине вдруг мы с вами сталкиваемся с очень серьезными сопротивлениями, значит, возможно, что-то мы с вами спланировали не совсем удачно, и нам необходимо будет вносить корректировки в наши планы. И принимая эти решения, мы будем вносить и корректирующие, и предупреждающие воздействия. Здесь в том числе будем устранять и некие расхождения. Ну, здесь также все инициативы по изменению будут иметь определенную степень неопределенности, мы должны это понимать. И поэтому нашей команде будет необходимо регулярно корректировать план с учетом постоянно меняющихся обстоятельств. Мир тоже при этом будет у нас постоянно меняться. Ну и после этого, когда мы переведем наши изменения в уже операционную деятельность, нам эти изменения будет необходимо постоянно поддерживать. Нам будет необходим постоянный контакт с заинтересованными сторонами. Здесь успех изменения также будет подкрепляться двусторонними коммуникациями с нашими заинтересованными сторонами. Здесь для нас будет крайне важно постоянное информирование, постоянный диалог, ну и в том числе некие социальные практики. Мы с вами их рассмотрим в ходе курса, которые будут позволять и нашим коллегам, и нашим туп-менеджерам, и заинтересованным сторонам понимать, что будет происходить во время внесения этих изменений. Ну и дальше, естественно, для нас с вами крайне важно будет постоянно измерять реализацию выгод отношения того аспекта стратегии компании, на который нацелены наши с вами изменения. Соответственно, когда мы с вами их планировали, мы вводили некоторые метрики. Ну и здесь по этим метрикам мы будем с вами принимать решение, насколько наши изменения успешны и насколько они соответствуют тому аспекту стратегии, на который мы с вами нацеливаемся. При этом, что касается и формулирования изменений, и в дальнейшем их внесения, для нас с вами формулировать изменения будет достаточно, на самом деле, тяжело понять, что же нужно менять и понять истинные цели. Для этого мы с вами в ходе курса будем отталкиваться от видения, а именно от того, чем хочет стать компания в будущем, в какую итоговую точку конфигурации она хочет превратиться. Исходя из этого, мы будем понимать миссию, а именно, каким образом мы этой ключевой точки с вами будем достигать. Исходя из этого, мы будем формировать стратегии и цели, ну и исходя из этого, мы будем уже оперировать в том числе и различными компонентами, каким образом мы будем вносить эти изменения. Это будут у нас с вами или портфели, или программы, или проекты. Что касается программ и проектов операционной деятельности, это у нас будут некие компоненты нашего с вами портфеля. При этом, когда мы с вами будем говорить про проект, если мы с вами вносим изменения, используя именно управление проектами, мы должны понимать, что мы с вами будем понимать под термином проект. Проект у нас с вами всегда, всегда будет некое временное предприятие, а именно, всегда будет совершенно точное начало и окончание этого проекта. В результате проекта мы всегда будем получать некие уникальные продукты, услуги, результаты. Проект будет движущей силой наших изменений, ну и в результате будут создаваться некие бизнес, некие новые бизнес ценности. Когда мы с вами будем управлять проектами таким образом, что если у нас некие взаимосвязанные между собой проектами, если мы начнем их управлять совместно и при этом сможем получать выгоды, которые были бы недоступны, если мы управляли бы с вами их по отдельности, то это мы с вами будем рассматривать именно как управление программой. Ну а все компоненты и проекты, и программы, и операционная деятельность, которая будет нацелена на определенный аспект стратегии, это мы с вами будем непосредственно управлять, используя управление портфелями. Ну и здесь также мы с вами, используя управление портфелями, в том числе будем понимать и управлять теми метроками, которые мы с вами изначально установили при планировании. И получая уже обратную связь от нашей операционной деятельности, мы с вами будем принимать решение на какие компоненты нам с вами в первую очередь необходимо уделять особое внимание и куда нам необходимо с вами выделять основные ресурсы. Соответственно, мы также начнем балансировать ресурсы между нашими компонентами. Вот таким образом мы на практических примерах рассмотрим с вами, каким образом с точки зрения наилучших практик рекомендуется вносить некие изменения. Исходя из этих практических примеров, вы получите в том числе и практические навыки, каким образом в том числе и на ваших предприятиях вы сможете наиболее успешным методом вносить эти изменения. Ну и прежде чем мы перейдем к ответам на вопросов, я в первую очередь хочу передать слово моей коллеге Ларе, которая расскажет вам в том числе и дополнительно и о курсе, и о нашем центре. Уважаемая коллега Лара, если вы готовы, я могу передать вам слово. Да, Вадим, спасибо. Дорогие друзья, здравствуйте. Пара минут о нашем центре. Все, наверное, видели, что курсов у нас очень много, программ комплексных много, около полутора тысячи, и зачастую разобраться, составить программу обучения бывает сложно. Поэтому прошу вас, не стесняйтесь, всегда звоните, пишите, обращайтесь к менеджеру за консультацией. Подберем оптимальный вариант обучения с учетом имеющейся подготовки и поставленной цели, оптимальный вариант по цене, по деньгам, по всем параметрам. Особенно это касается комплексных дипломных программ. Дипломные программы – это полная подготовка по профстандартам для нужной специальности. Я в чате кину свои контакты. Если будет желание, буду рада ответить на все вопросы, даже если вам покажется, что вопросы незначительные. Курсы стартуют регулярно. Если вы приобретаете комплексную программу или дипломную, это не значит, что вот вы начали учиться и надо идти без перерыва, без отдыха, учиться, учиться, учиться. Каждый курс программы вы по нему подбираете удобное время обучения. Можно делать при необходимости перерывы. Опять же, это поможет вам менеджер. Простите, потеряла мысль. Так, что еще? А, да, форматы обучения. У нас курсы различные по методике обучения. Есть классического формата, очно-заочного, открытого. Надо понимать, что время не стоит на месте и нельзя обучаться только традиционно. Очно-заочные, открытые форматы – это некий вариант индивидуального обучения, когда преподаватель имеет возможность поработать только с вами. Ну, это второй момент. Это обучение онлайн и очное. Опять же, эти форматы можно комбинировать. Понятно, что ситуация меняется. Вчера был карантин, сегодня нет. Поэтому можно миксовать обучение в группе очно-онлайн. Все наши курсы актуальные читаются с учетом всех новых нововведений, которые есть в нашей жизни. На ряд курсов даже та же ситуация с COVID наложила отпечаток, например, курсы по персоналу. Поэтому, обучаясь на наших курсах, получаете самые актуальные знания, которые можно сразу применять на практике. Если кому-то требуется, у нас есть менеджер по трудоустройству. Очень грамотный человек, который поможет подобрать вам работу, учитывая ваши даже психологические, какие-то психические особенности и поставленные задачи. Так, что же еще отметить? Может быть, есть какие-то вопросы? Друзья, контакт бросила. Пожалуйста, обращайтесь. Любой вопрос по телефону, по почте. Будем рады. Ждем вас в нашем центре. Вадим, спасибо. Елена Викторовна, большое вам спасибо. Ну, и, уважаемые коллеги, мы с вами непосредственно переходим к ответам на вопросы. Ну, во-первых, наш коллега спрашивает, на какие open source решения стоит обратить внимание, с чем сталкивались в работе в небольших организациях. Ну, вопрос на самом деле совершенно правильный. Действительно, когда мы будем говорить о том, что мы вносим изменения в каких-то небольших организациях, и у нас с вами и количество ресурсов, и в том числе какие-либо развернутые информационные системы управления проектами будут достаточно ограниченными. И что же нам с вами в этом отношении делать? Действительно, наш коллега прав. Есть различные информационные системы управления проектами, которые в том числе поддерживают некие начальные, я бы так сказал, некие начальные виды управления изменениями. Только начальные, там, к примеру, как Jira, там и так далее. Но я хотел очень сильно вас предостеречь о серьезности прямого использования любых open source решений без обдумывания относительно того, как это будет работать внутри вашей организации. Ну, к примеру, да, вот мы с вами говорили о том, что у нас будут заинтересованные стороны, да, а когда мы с вами говорим про заинтересованные стороны, это у нас с вами будут и лица, и группа лиц, и организации, которые могут повлиять на наши с вами изменения, ну и эти изменения могут повлиять на эти заинтересованные стороны. Мы должны понимать, что этих заинтересованных сторон будет очень и очень много. И исходя из этого не сможем мы уделять достаточно высокое внимание каждой заинтересованной стороны. Невозможно. Нам с вами на это не хватит ни времени, ни сил, ни людей, ни ресурсов, ничего. И нам с вами придется ранжировать эти заинтересованные стороны по уровню их влиятельности. Более того, мы с вами в ходе курса будем рассматривать различные формулы, которые в том числе будут касаться успешности наших изменений. Ну и здесь для нас с вами будет крайне важно получить поддержку от наших ключевых заинтересованных сторон. А ключевые заинтересованные стороны, они же у нас тоже с вами будут постоянно меняться. Кто-то был начальником, допустим, отдела, стал начальником департамента, кардинально изменилось уровень ее влиятельности. Исходя из этого, изменится и отношение к заинтересованной стороне. Будут появляться новые заинтересованные стороны. И это у нас будет не документ, это у нас будет инструмент. Причем инструмент живой, именно живой. И это должно стать некой частью либо общей информационной системы управления проектами, либо некой частью документа оборота. Почему? Потому что если это будет некий мертвый документ на неком компьютере нашего с вами коллеги, то документ будет именно мертвый. И кроме как проблем, скорее всего, пользы он нам с вами не создаст. Но при этом наш коллег совершенно прав. А может быть, допустим, у нас с вами в изменениях только один руководитель изменений, больше никто. Все может быть, безусловно. И такое бывает. И исходя из этого, действительно, ему придется принимать решение, какие инструменты, какие документы он будет для этого использовать. Насколько я ответил на ваш вопрос, уважаемый коллега Петр? Спасибо вам большое. Какие есть еще вопросы, уважаемые коллеги? Тогда я бы хотел еще два слова рассказать о курсе. В ходе курса вы познакомитесь и что такое изменение, и что значит управлять изменениями. И мы с вами познакомимся с жизненными циклами изменениями, с моделями зрелости, моделями управления, с ролями руководства, в том числе и спонсорами реализации механизма изменений. Также мы с вами научимся, каким образом будем учитывать организационные, психологические, в том числе и финансовые аспекты изменений. Ну и каким образом будем предупреждать и преодолевать некие неизбежные сложности этих изменений. И в том числе, как формировать требования к персоналу. По окончании курса вы сможете устанавливать порядок изменений уже в вашу повседневную практику, в том числе проводить подготовку к приведению изменений в организации, применять различные принципы последовательного внедрения новых сервисов организации, также разрабатывать регламенты приведения изменений в компании, осуществлять в том числе и тактические переходы к реализации изменений, ну и проводить оценку успешности этих преобразований. И курс будет построен следующим образом. Изначально мы с вами рассмотрим управление изменениями как стратегии организации. Дальше мы с вами рассмотрим зависимость управления от уровня зрелости. Дальше рассмотрим реализацию изменений, какие они бывают стратегические, тактические и проектные. Дальше рассмотрим специфику и аспекты проекта реализации изменений. И, естественно, рассмотрим это на неких практических примерах. Курс построен для широкого круга специалистов, в том числе и для руководителей организаций, руководителей сотрудников, в том числе и портфельных менеджеров, и руководителей проектов, ну и в том числе для сотрудников проектных команд. Вы знаете, насколько важны изменения на данный момент, что без них ни одна компания жить на данный момент, естественно, не сможет. И, естественно, для вашей компании ваши знания, ваши практики будут очень и очень востребованными. По итогам курса вы получите документы об окончании, в том числе, что касается нашего курса, он опирается на основные документы Американского института PMI и в том числе вы сможете получить 12 баллов ПДЮ, если вы успешно окончите данный курс. Что касается ближайшего курса, который ожидается, уважаемые коллеги, то ближайшие курсы у нас ожидаются, начиная с 10 апреля и с 12 апреля. С 10 апреля курсы будут идти в вечернем формате и с 12 апреля они будут идти в ежедневном формате в центре Белорусско-Собеловский. Какие есть еще вопросы, уважаемые коллеги? В таком случае, уважаемые коллеги, позвольте вас поблагодарить за ваше внимание, за ваши интересные вопросы. Ну и мы ждем вас на наших курсах, ждем в том числе и вопросы по профориентации и в том числе вопросы по консультации экспертов учебного центра специалист. Я вам также в чат отправил ссылку, где вы сможете по этой ссылке получить в том числе и бесплатные консультации по профессиональному развитию. Я крайне рекомендую вам эти консультации, их ведут достаточно опытные эксперты нашего центра. Спасибо еще раз за ваше внимание, уважаемые мои коллеги и вебинаристы. Спасибо. 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 Спасибо.